Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Берем абсолютно любую публикацию... Ну, давай сразу проведем вот этот поиск... Допустим, у нас есть операция... Берем... Свободный десневой автограф... Репорт трех случаев... Прекрасно нам подходит... Вообще прекрасно... Название статьи... Вот оно... А вот этот и Бьерн... Вон они на него ссылаются... В 63-м году Бьерн... Пионер... Свободный десневого графта... Трали-вали-трали-вали... Ну, как я тебе говорил, да, буквально... Это название статьи... Что такое выходные данные? Тут, конечно, есть ссылка сразу в интернете... Угу... Поэтому... Работа частично облегчается... Угу... Потому что мы можем взять и DOI... Но вот по идее, вот этот DOI... Вот что я бы еще брал... Это тот идентификатор, за который мы бьемся все время... Это уникальный цифровой код, который присвоен любому файлу в сети... Он уникален... И по нему можно найти любую публикацию... Ну, значит, еще раз мы пройдем... Значит, чтобы исключать выходные данные... Будут перечислены авторы... И журнал... В котором вышла эта статья... Да, а тут указана принадлежность автора... Респондирующих... А с которым связываться по... Вот по идее этим источникам... Ммм... На самом деле, это вот нормальная ситуация... Что ты не можешь найти выходные данные статьи... И тогда, конечно же, что ты делаешь? Ты переходишь по ссылке... Угу... В ResearchGate, где лежит твоя публикация, на самом деле... Вот они, выходные данные... How to succeed... Как цитировать эту статью... Вот так... Это все авторы... Полное название статьи еще раз... И вид документа... Письмо... Обзор... И доклад... Трех случаев... Журнал современной стоматологии... Скорее всего, называется 2016... Шестой выпуск... Это номера страниц... Угу... Да? То есть, выходные данные... Это авторы... И как цитировать... Правильно? Еще раз, да... Я табличку эту скину... Это просто пример... Подходит нам статья? Подходит... Надо, наверное, ее читать... И понимать, в какое место она встанет... Да... Отсюда мы уходим... У нас есть эта статья... Да... Где она лежит... Имеет смысл статьи... Поскольку на них будет построен именно обзор литературы... Метить под какой-то... Под какой-то фрагмент... То есть, под направление... Например, здесь речь идет об использовании аутотрансплантата... Ну, очевидно... Да... Можно не читать обзор... Ну, там в абстракте... Рецессия... Это миграция свободной десны маргинальной... Опекальна... Да... С обнажением цементного слоя зуба... И различные факторы... Они могут способствовать десневым рецессиям... Да... Ты читаешь с английского? Нормально? Да-да-да... А, ну тогда вообще... Осталось, у тебя никаких проблем быть не должно... Ну, очевидно, что вот это такая же актуальность... Что они предлагают? Техники могут... Литературу... Создать адекватную десну... Да... И прочее... И что они используют? Свободный десневой трансплантат... Или субэпетелиальный... То есть тут будет, скорее всего, рассказано... О сравнении... Свободного десневого снега... И субэпетельного трансплантата... Потому что они немного отличаются между собой по качествам... Ну и вот на примере лечения трех случаев... Множественной рецессии десны... Они исследуют этот вопрос... Подходит? Ну, очевидно, подходит... Значит, тогда... Мы для себя эту статью... В нее погружаемся... Сейчас мы разберем какой-то пример один сегодня... Ну, пусть будет красный, да? Статьи про трансплантат мы себе пишем где-то... Трансплантат... Красные... И потом, когда у тебя все... Вся литература будет обработана... Тебе будет понятно, про что этот источник... Хотя бы примерно, чтобы вообще его не читать... Идем дальше... Значит, было предложено много хирургических методик и их модификации... На основании применения... На основании применения клинических исследований эффективности... Множества методик были установлены и заработаны алгоритмы выбора... Вот, значит... Мы ищем статьи на тему... Выбор хирургического метода... Ну, или хирургической методики... В зависимости от класса рецессии... Очевидно же, да? Да... И мы найдем какой-то, по идее, алгоритм, который существует... Значит, для нас задача первичная... Показать, как хорошо изучена проблема на сегодня... То есть, текущее состояние... Что это за проблема... Какие причины ее возникновения... Как она оценивается клинически... Как обследуется пациент, если это особенно... Как в зависимости от показателей этих рецессий и особенностей... Количество зубов, увлеченных в процесс... Локализации... Ну и прочего... Каких-то показателей пациента... Зависит выбор метода и вообще лечения... Потому что, по идее, у пациента это все они индивидуальны... И говоря о том, что подход должен быть персонифицированный... Соответственно, нам надо искать уже точно... Что будет какой-то выбор методов в зависимости от совокупности этих показателей... Основы пластических парадонтологических вмешательств для устранения рецессии десны... И увеличения зоны кератинизированной десны... Были разработаны, ну понятно, там 78 методов... Основным показателем этих методов является полное перекрытие корня... Или процент закрытия корня... Поэтому мы будем искать статьи на тему... Процент закрытия корня... Это называется root coverage... Как фактор эффективности лечения рецессии десны... Твоя задача разбирать любой... Ну вот эту проблему декомпозировать... И разбирать ее как на тезисы... Где каждое предложение, каждый тезис... Это был полный, лаконичный аргумент... Не связанный с другими тезисами между собой на самом деле... Для которого ты будешь искать свои источники... Данные методики не учитывают эстетический вид мягких тканей после операции... Это откуда-то я взял, видимо... И толщину слизистонодкосничного лодку-то... Это мы уже говорим о том, что плохо... Что пишется во второй феррате тоже... Насколько проблема там актуальна... Что в текущее время и так далее... Чем мы недовольны... Это вторая часть... Значит, вопрос один... Как сейчас... Понятно же, да? Да... Вопрос два... Чем мы недовольны? Потому что мы недовольны и решили изучать этот вопрос... На самом деле, эстетические вид ткани после операции и пересадка трансплантата... Они затрагивают разные аспекты... Забор трансплантата с неба верхней челюсти или с бугра... С ретромолярного пространства... Подразумевает, конечно же, второе операционное поле... И это главный и жирный недостаток... Ну и все, что с этим связано... Боль, отек... Там дискомфорт, швы... Психологическое вот это давление и прочее... Пациенты, у которых берут трансплантат, конечно, этим очень недоволены... Да? Да... Поэтому... Искать мы будем следующие источники на тему... Ну, в целом, про вот эти методики забора, наверное... И... Что встал выбор из-за этого у пластического материала... Негативное влияние забора аутотрансплантата с неба... Ну, или что-то вообще смысла в полости рта... Потому что речь будет, конечно же, идти про там... Опять, вот боль, дискомфорт, отек... Все послеоперационные осложнения... И второе, это, конечно же, психологический аспект... Ну, типа, нежелательные эффекты они это называют... Понимаешь, да? Ага... Да... От забора... Трансплантата с неба...